Привет всем зрителям канала Техноарена! Покупка планшета, особенно с большой диагональю экрана, станет отличным решением как для развлечений, так и учебы, работы или других задач. Но найти хорошую модель не очень легко, так как выбор планшетов сегодня огромен. Поэтому я решил составить топ, в который включил 7 лучших планшетов с большой диагональю экрана на 10 и более дюймов. В данный топ я включил популярные модели от известных производителей под самые разные бюджеты задачи, которые пользуются большой популярностью по всему миру и сейчас расскажу вам об их особенностях. Ну а узнать цены на эти планшеты вы сможете на специализированных сайтах, ссылки на которые я оставлю в описании. Если это видео вам понравится и поможет определиться с покупкой нового планшета, то не забудьте отметить его своими лайками. А если хотите всегда быть в курсе лучших смартфонов, планшетов и различных гаджетов, то подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, ведь на техноарене регулярно выходят новые сравнения, рейтинги и обзоры. Ну что же, друзья, не будем тратить время понапрасну, устраивайтесь поудобнее, а я начну топ лучших планшетов с экранами 10 и более дюймов. Поехали! Начнем с Huawei MatePad T10s. Это недорогой планшет для развлечений за довольно скромную стоимость. В нем установлен IPS-экран с узкими рамками диагональю 10,1 дюйма и высоким разрешением 1920 на 1200 пикселей, которое обеспечивает хорошую цветопередачу и четкую картинку. Ну а чтобы пользователям было комфортно пользоваться таким планшетом долгое время, в нем предусмотрена технология, которая снижает вредное для глаз воздействие синего света экрана. Также стоит отметить наличие ночного режима для комфортного пользования в темное время суток и специальный режим для удобного чтения. А благодаря системе двух симметрично расположенных динамиков с большой амплитудой, Huawei MatePad T10s создает эффект объемного звучания. Также стоит отметить в этом планшете наличие детского режима, который предложит развлечения и обучающие приложения для маленьких пользователей, а также предоставит родителям возможность контролировать, какой контент смотрит ребенок и многое другое. Что касается производительности Huawei MatePad T10s, то в качестве основного игрового устройства я бы его не рассматривал, но мощности установленного в нем процессора Kirin 710A будет вполне достаточно для быстрой работы интерфейса, нетребовательных приложений и игр. Ну а что касается автономности, то аккумулятора емкостью 5100 мАч этому планшету хватит на 7-8 часов непрерывного воспроизведения видео. В общем это хороший планшет, который подойдет для учебы, вебсерфинга и просмотра видео, а также простых игр. Однако стоит учесть, что Google сервиса в нем отсутствует. Далее у нас идет планшет Lenovo Tab M10 Plus TBX606X в версии с поддержкой LTE, который оснащен экраном с диагональю 10,3 дюйма. Экран примечателен узкими рамками, широкими углами обзора, высоким разрешением 1920 на 1200 пикселей и поддержкой технологии, позволяющей повысить качество изображения и продлить время автономной работы. Поэтому установленная в этот планшет батарея емкостью 5000 мАч хватит, чтобы непрерывно смотреть видео или страницы в интернете на протяжении 8-9 часов. Работает Lenovo Tab M10 Plus под управлением операционной системы Android 9 Pie, что немного печалит, так как хотелось бы видеть более современную версию. Зато тут нет никаких оболочек. Интерфейс предельно простой и лаконичный. Что касается производительности, то Lenovo Tab M10 Plus нельзя назвать игровым планшетом, но простые игрушки он потянет и с базовыми задачами справляется без проблем. Из других особенностей этого планшета стоит отметить громкие динамики с поддержкой Dolby Atmos, которые обеспечат качественный звук при просмотре фильма в прослушивании музыки или аудиокниг. Помимо этого, он примечателен возможностью установки карты памяти, быстрой разблокировкой по лицу и детским режимом, который предоставит ребенку только безопасный контент, поддерживает технологию защиты зрения и поможет малышу следить за осанкой, а родители смогут регулировать доступ детей к различным ресурсам и время использования планшета. Продолжает наш топ Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T505. Это тонкий и довольно легкий планшет, несмотря на металлический корпус. Он имеет узкие рамки вокруг экрана, диагональ которого 10,4 дюйма. Сам экран может похвастаться высоким разрешением, хорошей цветопередачей и олеофобным покрытием, а также широкими углами обзора. Стоит отметить, что Galaxy Tab A7 оснащен четырьмя динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, которые обеспечивают объемный звук. Поэтому такой планшет отлично подойдет для просмотра фильмов и сериалов. Сердцем Galaxy Tab A7 является процессор Snapdragon 662. Рекордов производительности он не бьет, но обеспечивает устройству быструю работу интерфейса, мультимедийных приложений и браузера. В современные требовательные игры поиграть на таком планшете, конечно, можно, но стоит учесть, что комфортный геймплей будет доступен только на низких настройках графики. Зато часто заряжать такой планшет не придется. Установленный в нем аккумулятор емкостью 7040 мАч обеспечит долгую работу без подзарядки даже при активном пользовании. Из других особенностей Samsung Galaxy Tab A7 стоит отметить быстрый обмен данными с другими устройствами Samsung, многоуровневую систему защиты данных, технологию защиты зрения, основную камеру, которая днем позволит сделать неплохой снимок, а также режим Samsung Kids, который представляет собой безопасное пространство для развлечений и обучения детей. Следующий герой нашего топа Huawei MatePad 10.4 Wi-Fi. Как видно из его названия, этот планшет имеет экран с диагональю 10,4 дюйма. У него довольно узкие рамки, толщина которых не превышает 8 мм и хорошая цветопередача для комфортного просмотра различного контента. Ну а удобство пользования такому планшету придают небольшой вес, закругленные края и приятное на ощупь металлическое напыление на задней крышке, которое препятствует выскальзыванию устройства из рук. Также стоит отметить наличие четырех динамиков, обеспечивающих качественный стереозвук при прослушивании музыки и просмотре видео. Из других достоинств Huawei MatePad стоит отметить, что он оснащен мощным процессором Huawei Kirin 810, который сочетает в себе высокую производительность и энергоэффективность. Планшет легко справляется с любыми приложениями и играми, не тормозит и долго обходится без подзарядки даже при активном пользовании. Помимо этого Huawei MatePad может похвастаться возможностью подключения стилуса и клавиатуры для более удобной работы или учебы и функции мультискрин, которая будет отображать экран смартфона и позволит управлять им дистанционно с экрана планшета. А еще в нем предусмотрены различные функции для более комфортного и безопасного чтения, возможность выводить на экран несколько приложений и многое другое. Не хватает только разъема для наушников и сервисов Google, но если вы ими не пользуетесь, то для вас это не будет недостатком и можно смело покупать такой планшет. Ну а узнать стоимость Huawei MatePad, а также других планшетов из этого топа вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые найдете в описании. Продолжает наш топ Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 SM-P610. Он может похвастаться экраном с диагональю 10,4 дюйма, обладающего высоким разрешением, широкими углами обзора и высоким запасом яркости, на котором будет удобно читать, работать в различных приложениях, играть, а также смотреть видео. Помимо хорошего качества изображения, Galaxy Tab S6 Lite может похвастаться объемным звучанием, которое создают установленные в него стереодинамики. Что касается производительности, то планшет порадует быстрой работой интерфейса и приложений, а также возможностью комфортно играть во многие требовательные игры благодаря 4 гигабайтам оперативной памяти и процессору Xenose 9611. В плане автономности он тоже не разочарует, ведь в этом планшете установлена батарея емкостью 7040 мАч, которой хватит надолго. Из других достоинств Galaxy Tab S6 Lite стоит отметить идущий в комплекте Stilus S Pen, который позволит рисовать, делать заметки, редактировать документы и многое другое. Так что такой планшет станет отличным вариантом не только для развлечений, но и для учебы и работы. А еще он может похвастаться тонким и прочным корпусом, возможностью одновременной работы в нескольких окнах, быстрым обменом данными с другими устройствами Samsung и удобным интерфейсом. В общем, отличный планшет, который сможет удовлетворить запросы многих пользователей. Еще один представитель компании Samsung в нашем топе – планшет Galaxy Tab S711 SM-T870, который имеет тонкий алюминиевый корпус и 11-дюймовый экран с узкими рамками вокруг него. Экран примечателен не только большими размерами, но и широкими углами обзора, высоким разрешением и довольно большим запасом яркости. Поэтому даже на улице информация на таком экране хорошо видна. А еще частота обновления экрана этого планшета составляет 120 Гц, что обеспечивает плавность отображения любого контента. Помимо экрана, Galaxy Tab S7 может похвастаться стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, обеспечивающими объемный звук и высокопроизводительным процессором Snapdragon 865+, который отлично справляется с самыми требовательными играми и приложениями. В плане автономности он тоже не разочарует. Батареи емкостью 8000 мАч хватает на 15 часов непрерывного просмотра видео, а 45-ваттная зарядка позволяет полностью зарядить такую батарею меньше, чем за полтора часа. Из других особенностей Galaxy Tab S7 стоит отметить неплохие для планшетов камеры, быструю синхронизацию с другими устройствами для обмена данными, сканер отпечатка пальца, поддержку ночного режима, а также поддержку стилуса S-Pen и возможность подключения клавиатуры, которые превратят планшет в полноценный компьютер для удобной работы с графическими редакторами, офисными и другими программами. Завершает наш топ iPad Pro от Apple версии 2020 года, который имеет тонкий алюминиевый корпус и оснащен отличным экраном с диагональю 12,9 дюйма, с высоким разрешением, отличной цветопередачей, высоким запасом яркости и частотой обновления 120 Гц, на котором будет удобно смотреть различный контент и работать с различными программами. Кстати о работе. iPad Pro это планшет премиум класса, который благодаря мощному процессору Apple A12Z Bionic легко справляется с любыми тяжелыми приложениями для видеомонтажа, музыкального продакшена, трехмерного моделирования и обработки графики. А если к этому планшету еще и докупить клавиатуру Apple Magic Keyboard, он станет отличной альтернативой ультрабуку. Среди других достоинств iPad Pro 4 стоит отметить Face ID, Wi-Fi 6, хорошие камеры для фото и видеосвязи, отличное качество звука, быструю зарядку и батарею большой емкости, которая позволит долгое время обходиться без подзарядки. В общем это отличный планшет с большим экраном, который подойдет для любой деятельности и сможет удовлетворить запросы многих покупателей. На этом друзья наш топ подошел к концу. Напоминаю, что цены на эти планшеты можно будет узнать перейдя по ссылкам в описании. Пишите в комментариях какой из планшетов вы бы купили себе, ставьте лайк если вам понравился ролик, а чтобы всегда быть в курсе выхода новых топов различных устройств подписывайтесь на техноарену и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!